Энергосбережение и повышение энергоэффективности определено главой государства одной из стратегических задач в ПФИР. Поэтому первые два года, как сказали, уже было таким подготовительным этапом. Многое пришлось делать с нуля, создавать основу. И были приняты необходимые законы, 22 постановления правительства, инструкции. И сейчас вся эта база уже есть. Были реализованы пилотные проекты и в промышленности, и в СМИ ЖКХ, и в бюджетном секторе. Теперь уже речь идет о переходе к более масштабной программе. В этом году президент поручил разработать новую программу энергосбережения 2020. И поставлена достаточно серьезная задача. Поэтому сегодня презентованы концептуальные подходы по новой программе. У нас срок принятия программы внесения в КПМ до 1 августа. И поэтому мы хотели сегодня предложить, чтобы все акиматы, министерства, национальные компании провели широкое общественное слушание этой программы. Суть программы – это 9 новых направлений с четким закреплением ответственных лиц. И программа разбита на два этапа. И первые два года, 2013-2014 год, необходимо завершение энергоаудита по всем крупным потребителям и реализация всех намеченных региональных отраслевых планов энергосбережения. На втором этапе с 2015 года уже начнется форсированная реализация, масштабная, уже будет 90% охват всех промышленных предприятий и других направлений. Хотел, Сергей Михайлович, акцентировать на нескольких вопросах. Первое, что считаем важным, несмотря на то, что закон установил основные требования, рассмотреть возможность вести изменения в закон, чтобы установить обязательные требования ежегодного снижения для всех промышленных потребителей. И полномочия правительству дать определять размер этих 1-2-3% для разных групп потребителей. И второе, при рассмотрении в ходе бюджетного процесса заявок администраторов, рассматривать положительно, после того, как каждый госорган покажет, какую долю госрасходов и какие направления он принимает по энергосбережению. Второй вопрос. Необходимо это институциональное укрепление. Во многих акиматах работает один человек по этому направлению на область. Поэтому необходимо создать отделы энергоменеджмента в структуре акиматов, прежде всего областных, городских, закрепить ответственность за изместителем первых руководителей, в том числе и национальных компаний в всех государственных предприятиях. Требует, конечно, усиления и орган, который будет контролировать, госэнергонадзор. Третий важный вопрос, Сергей Комендарьевич, это финансово-экономический вопрос. Здесь максимально настоящие первые два года программа была рассчитана в основные бюджетные средства. Поэтому необходима проработка новых механизмов финансирования, максимально используя вне бюджетных средства механизм ГЧП. Ряд предложений, которые есть, прорабатываются. И вот как раз в этот период мы считаем это важно обсудить. В заключение хотел сказать, что, Сергей Комендарьевич, конечно, все госорганы, считаем, должны подать первыми пример. Мы видим большой потенциал по энергопотреблению даже наших зданий государственных, всех госорганов. Мы видим до 25% при элементарной экономии дисциплины сделать. Поэтому, в первую очередь, госорганы должны в своих планах, уже начиная с 2013 года, такие меры принять. У меня все. Спасибо за дело. Спасибо.